друзья здравствуйте запишу прямой эфир с анатолием кимом прямой эфир будет касаться новой рабочей группы которая обсуждает в мажлисе законопроект о правах ребенка сложные процессы идут сейчас на рабочей группе хотя самого начала туда вошли наши представители и широкая общественность могла присоединиться но мы видим что иногда рабочие группы идут по какому-то непонятному сценарию вот что здесь мы можем противопоставить этому и вообще какие главные опасности в этом законопроекте о правах ребенка об этом расскажет анатолий ким сейчас я жду как пока он подсоединится мы уже поднимали тему буллинга и как раз таки в этом термине в буллинге скрывается очень много всего нехорошего так я сейчас должна не упустить анатолия скрывается очень много рисков в буллинге плюс к тому что там есть буллинг там же заложенная и дискриминация то есть нельзя дискриминировать ребенка ни по каким признакам и соответственно плюс буллинг вот что из этого выйдет как бы нам не говорили что не нужно бежать впереди паровозы и кричать о пропаганде лгбт среди несовершеннолетних это явление есть так анатолий с анатолием в прямой эфир и вот если у нас нет такие которые запрещают пропаганду гбт то возникает много вопросов анатолий я вас приветствую всем привет анатолий скажите что происходит сейчас с группой активистов борется ли также наши я знаю что борется вы скажите потому что вам народ верит конечно борется более того наша группа активистов расширяется с каждым днем пришло пришли пришли еще эксперты из области психологии то есть у нас есть психологи которые подключились к этой работе это очень важно то есть мы можем включать в эту работу в принципе людей без ограничений если есть люди которые реально хотят помочь в этом деле в борьбе с этими фашистскими законами то пожалуйста никто вам не запрещает давайте будем общаться пишите вступайте вносите свои предложения то есть в качестве экспертов можете поучаствовать и ну и вообще в целом я всех призываю к тому чтобы вы следили за всеми этими законопроектами за их обсуждением следили на наших страницах в том числе у анастасии машиной на каналах союз родителей казахстана то есть мы публикуем все эти все эти трансляции причем мы делаем это почему-то сами хотя это должен делать парламент об этом нигматуллин строго и ясно высказался о том что все должны эти обсуждения проходите в прямом эфире и должны быть в доступе на сайте мажорист сегодня мы буквально смотрели до сих пор нет ни одного так скажем эфира опубликованного на сайте мажорист поэтому приходите к нам и смотрите у нас на канале союза родителей казахстана и наших активистов на страницах каналы союза родителей youtube youtube и есть еще версия в инстаграме анатолий анатолий скажите пожалуйста по поводу буллинга что это такое мое мнение что вообще вот эти все понятия чуждые нам взятые и за рубежом их нельзя ни в коем случае навязывать нашему населению и вообще и интегрировать наше законодательство потому что за ними прячутся очень нехорошие вещи что такое буллинг значение слова буллинга как травлю переводится на русском языке нужно называть вещи своими именами если это травля давайте говорить о травме если это унижение там чести и достоинства давайте говорить об этом если это какое-то некое там физическое там воздействие там да угрозы драки там я не знаю это все этому всему есть определение я в нашем действующем законодательстве и дело в том что если сегодняшнее законодательство не работает в полной мере в котором оно должно работать чтобы бороться с этими явлениями то давайте будем концентрироваться на этих вещах что мы предлагаем для того чтобы изменить ситуацию сегодня они предлагают как и в законе и сбн они предлагают создать некую ювенальную машину некий орган который будет так скажем контролировать курировать деятельность государственных органов и координировать как они это выражаются но ведь это означает передачу полную передачу власти в государстве неким нпо чего ни в коем случае нельзя допустить это в передачи в частные руки можно сказать управление нашим государством понимаете над институтом семьи они хотят давлеть через не как через некий нпо этого ни в коем случае нельзя делать государство несет ответственность за семью если конечно государство заинтересовано в том чтобы наши дети наша нация, наше поколение росло здоровым и сильным, государство не может перекладывать эту ответственность на некие НПО. Государство само должно выполнять эти функции. Если оно с ними не справляется, давайте помогать. Но давайте мы не будем выдумывать некие новые законы, которые развяжут руки этим международным организациям, влиять на наши семьи и на наших детей через вот эти свои НПОшки. Вот о чем речь идет. Эти законы только для этого создаются. И они создаются не только в Казахстане, а по всему миру. Чтобы понять... Да. Анатолий. Мы в Казахстане будем обстоять. Я хотела сказать по поводу заседания рабочей группы. Вчера Загипа Балиева говорила, что буллинг — это не истязание, это не оскорбление, это не доведение до самоубийства. Это не то, не то, не то, не то, но это что-то такое, что вот все равно должно быть. Это, например, если девочку назвали кривоногой или косоглазой. Или если в класс заходит ученик, а все над ним смеются. Вот какие-то такие дразнилки эфемерные подписываются под буллинг, и ради вот этого создается, вот как вы сказали, действительно машина, которая будет контролировать. С другой стороны, психологи говорят, что да, есть такое в подростковой среде, когда дети ведут себя как животные, объединяются, типа вот в стае, да, там вожак, есть слабаки-аутсайдеры. И вот вроде как нужно что-то делать, но мы понимаем, что это очень опасно. Вот можете свое мнение сказать по этому поводу? Девочка кривоногая или там за косичку дернула или как-то еще обозвал, засмеялся, бумажку кинул, тоже бумажку кинул, это тоже буллинг. Мне кажется, это абсурд. Ну вы понимаете, что это абсурд, абсолютно абсурд. Дело в том, что то же самое мы наблюдаем, как и в законопроекте по противодействию домашнему насилию. Вводится понятие насилия, экономическое там и так далее, да, психологическое. То есть это параллельная система права, которая идет параллельно с уголовным административным законодательством, которая может вольно интерпретироваться, значит, кем угодно. Ну не кем угодно, конечно, а как раз таки теми самыми организациями, которые претендуют на этот контроль над нашими детьми. То есть для этого не нужно будет теперь неких судов, нужен будет некий просто орган или некие люди, социальные работники, которые будут сами на глазок определять, есть ли буллинг или нет буллинга. Соответственно, назначать ваших, наших детей виновными без суда и следствия. Понимаете? Что это значит? Сегодня даже взрослого человека нельзя ни в чем. До решения суда человек считается невиновным. Понимаете, да? Они хотят уже детей сегодня начать винить. То есть защищая одну девочку, например, которую оскорбляли, они будут, значит, безапелляционно обвинять других детей. При том, что у нас сегодня ответственность несовершеннолетних, она не закреплена только за особо тяжкие преступления. Понимаете? Вы как хотите это делать? Вы что хотите сделать с нашими детьми? Это очень страшные законы. На самом деле, там далеко не про косички и не про кривые ноги. На самом деле, всю жизнь за косички пацаны дергали девочек, всю жизнь дразнили и дрались, и в наше время было намного похлеще и похуже и так далее, и так далее. Ничего страшного не произошло. Это все причины, опять же, нужно искать воспитания детей. Надо работать, значит, с причинами. Опять, с причинами никто не борется. Если есть пробелы в воспитании, значит, в родительском, значит, у родителей, родителям не до воспитания собственных детей, а ведь это обусловлено, опять же, объективными экономическими причинами в том числе. уводят проблему совершенно в другое русло. А если брать рекомендации вот этих ЮНИСЕФов, международных организаций, которые конкретно требуют внедрения вот этих всех понятий, то они сами же признаются, что у них в странах западных это в основном ради детей ЛГБТ вводится. Поняли, да? То есть запрет на осуждение, так скажем, ЛГБТ. если завтра девочка или мальчик захочет сменить пол или станет каким-нибудь трансвеститом или, не знаю, домосексуалистом и так далее, то, конечно, нельзя ни в коем случае сказать, что это плохо. Вот к чему это все ведет. Сегодня они вот таким макаром продвигают свою пропаганду, ЛГБТ-пропаганду, гендерное равенство так называемое, равенство не то, что биологических полов, а равенство социальных, гендерных ролей. Это чушь, которую они пытаются внедрить по всему миру, понимаете, которая вообще даже в нашем мозгу не укладывается, в нашей ментальности она никак не укладывается. Люди просто не знают, что за этим скрывается. Никакие там не косички, никому не нужны эти косички, понимаете. Там будет именно это. И закон о противодействии насилия, и закон о защите прав детей, это все лоббируется одна и та же история. Они хотят протащить к нам пропаганду ЛГБТ. Они хотят, чтобы мы приняли Стамбульскую конвенцию и так далее, и тому подобное. Они хотят, чтобы наши дети перестали рожать детей. Они ввели сексуальную пропаганду, понимаете. Смена пола, которую сегодня разрешили в Казахстане, ведь о ней никто не задумывался. Раздумывались ли вы, Анастасия, или я в детстве о том, что нужно сменить пол? Да мы даже помыслить такого не могли. А сегодня, если со всех экранов телевизора нам и в интернете везде об этом говорится, более того, они в школу будут завтра приходить и рассказывать о том, что ребенок должен сделать свой выбор, что если он родился мальчиком, это не значит, что он мальчик. Ты подумай, может быть, это девочка, но тогда ребенок со своей неустоявшейся психикой действительно задумается. Он задумается, он пойдет и почитает в интернете что-нибудь на эту тему, он увидит рекламу какую-то, и он будет об этом думать. Понимаете, если ребенок об этом не говорит, то ему об этом, у него нет потребности думать об этом. Но они лгут и они это все продвигают. Продвигают в нашей школе, они хотят завладеть умами наших детей, при этом они закроют нам доступ в школу под предлогом карантина, как они сегодня закрывают доступ во все госучреждения, в больницы, везде. Мы никак не можем спасти своих родных и близких в больницах, мы не можем никак спасти своих детей от этой пропаганды, от этих анкет, в которых они выясняют уже домашние бытовые условия и так далее. Для чего? Для того, чтобы ходить, опять нарушая закон, нарушая закон о неприкосновенности жилища, входить к нам в дома, выяснять условия. Для чего? Для чего? У них, у этих законов, одна и та же цель. Полностью забрать контроль над нашими семьями. Для того, чтобы внушить страх родителям, понимаете? И дети становятся собственностью государства. Не нашей с вами собственности, а собственностью государства. А по большому счету даже не то, что даже государство, а вот этих именно деятелей, вот этих лоббистов, которые от международных организаций выступают. Понимаете? Вот в чем опасность. Почему мы убьем тревогу? Потому что это чистое разрушение нации. Это разрушение нашей страны, нашей государственности, разрушение всего. И это происходит не только у нас, в Казахстане. Не надо думать, что кому нужны казахские дети. Нет. Нужны абсолютно все дети по всему миру. Абсолютно все. Но мы, казахи, можем постоять за свою семью. А как еще иначе? Русские стоят, и казахи будут стоять. Понимаете? И мы должны объединиться в этой борьбе. Вот о чем речь. Да, Анатолий, золотые слова, что мы, казахи, должны постоять. Я причисляю себя тоже к казахстанцам. Может быть, я русская, я русская, я не казашка, но я ценю, что мы живем в Казахстане, и что когда именно поднимаются казахи, то законы, что законодатели сразу идут на попятные. Поэтому нам нужна поддержка всего народа. Вы же поняли, когда казахоязычная аудитория, население, понимаете, не знает о том, что творится. Это выгодно. Это выгодно. Дело в том, что на русском языке мы обсуждаем все законопроекты. Нет информации. Они просто обманывают казахоязычную аудиторию. А как это было с депутатом Бахатбек Смагун, с которым мы даже поругались на эту тему. То есть мы его начали обвинять. Я лично его обвинил в том, что он как предатель народа собственного. Почему он поддержал инициировал этот закон. Но он, понимаете, он сказал, я не виноват, я не знал. Эти женщины меня обманули. Они мне дали этот закон и сказали, вот читай на казахском языке. А там совершенно не было этих норм в то время. я-то не знал. Я даже и подумать не мог, что за этим скрывается. А они давили на жалость, давили как на моем ушло достоинства. Говорили о том, что разве ты не хочешь защитить женщину? Конечно, любой мужчина хочет. И я бы на его месте может быть так же поступил. Но доверяя, например, своим коллегам, что они действительно радеют за безопасность женщин и детей. Но когда он понял, когда он наконец-то вникли благодаря нашей работе, что этот закон совершенно другие цели преследует, вот тогда ему стало стыдно и он отозвал этот свой законопроект, сам лично извинился. И это, понимаете, какая манипуляция происходит? Поэтому надо обязательно на казахский язык переводить все таблицы сравнительные, обязательно устраивать вот эти общественные слушания и вот эти круглые столы и вот это рабочие группы в Можилисе на казахском языке. И пусть казахи выскажутся на своем родном языке, что они думают по поводу внедрения вот этих всех западных ценностей в нашу жизнь. Понимаете? И вот тогда будет единение народа. А так, видите, как им интересно, они манипулируют, они, значит, русским одну информацию, русскоязычным одну информацию дают, а казахоязычным другую информацию дают. И, пожалуйста, мы никогда не объединимся в борьбе за наши права, реально за наши права, не за те мнимые права, которые они там пытаются якобы защитить. А за реальные права, за реальные проблемы нам нужно бороться всем вместе, русскоязычным и казахоязычным. Поэтому я очень рад, что сегодня произошло вот такое слияние наше единение, так скажем, духа, мыслей нашего народа в этой борьбе. Анатолий, еще раз хочу сакцентировать внимание на теме ЛГБТ. ООН, ЮНИСЕФ распространяет сам доклад свой о том, что в Великобритании половина школьников ЛГБТ, то есть нетрадиционной ориентации, жалуются на буллинг. И именно для них, то есть они сначала пишут, что от буллинга страдают дети с особенными потребностями и ЛГБТ-школьники. Но вот эти дети с особенными потребностями это лишь ширма. На самом деле цель это пропаганда гомосексуализма в школах. Вот это лично мое мнение. Потому что естественная реакция вот когда дети говорят своему однокласснику, что это плохо, что так делать, нельзя менять пол, это естественная реакция. То есть вот буллинг в данном случае это естественная защитная реакция коллектива. А его хотят приравнять к преступлению. Даже не к преступлению. Помните советский фильм Чучело? Помните? Да. Да? Арбакай ты снимал. Чучело. Это было их языком выражать то самое было. Да? Но это естественный процесс. Это наше общество. Это люди, которые, допустим, всегда назначают некую жертву. Всегда, да, проявление детской жестокости. Мы все этого коснулись. Но через вот эти трудности, через преодоление себя, через что-то рождаются личности. Рождаются личности. Только так можно воспитать достойных людей. А они что сегодня хотят сделать? Они хотят сегодня якобы защитить детей от насилия. А на самом деле они просто лишить воли хотят детей. Лишить их воли изъявления, свободы. Если я, допустим, чтобы мы не ходили, так скажем, строго по вот этой заданной программе. Понимаете, этот тотальный контроль вообще начинает с детства уже. То есть шаг право, шаг лево, расстрел. Ребенок не может ничего себе позволить. Ребенок может высказывать то, что он считает нужно. Это как раз таки и дает нам понимание о том, какие есть проблемы в обществе через тех же детей. Дети говорят всегда правду. Я сам в школу хожу, сам являюсь членом председательного совета отцов в своей школе. И я с детьми там встречался периодически. И дети все понимают не хуже нас. Они говорят правду. Они называют пока что вещи своими именами. Они не обманывают. И как раз таки нужно дать детям свободу выражаться. Если они себя неправильно где-то ведут, им нужно подсказать. Опять же, подсказать это собственным примером. Сделать что-то. То есть нужно с ними работать, а не наказывать. Наказание мы ничего не добьемся. Одними наказаниями. Они говорят о том, что нельзя наказывать детей, против домашнего насилия выступают и так далее. Что нельзя руку поднимать на детей и так далее. В то же время, что они хотят вести сейчас за больно? Наказание детей. То есть сегодня ребенок будет наказан за то, что он там себе позволил какое-то слово оскорбительное в адрес другого ребенка. Понимаете? Где эта грань? Понимаете? Кто это будет отслеживать? На самом деле это очень лицемерные законы, очень лицемерный подход, двойные стандарты, которые они используют в лоббировании этих законов. Они сами себе противоречат. Когда ты просто начинаешь им задавать обычные вопросы, логические, логические вопросы, то есть им нечего сказать. Я всегда прошу их вернуться к тому, к истокам, с чего все началось, для чего мы это делаем. Главный вопрос, для чего нам эти законы. И вот эти отмазки, что просто для того, чтобы не было насилия, на самом деле это полная глупость, потому что причин насилия они не устранят. Нет ни одной нормы в законе, которая бы устраняла эти причины. И они ссылаются сейчас на послание президента, на то, что Такаев сам сказал, что нужно с этим бороться. Но бороться, если уж Такаев сказал бороться, бороться нужно с самим явлением. А чтобы бороться с этим явлением, нужно бороться с причинами, которые создают эти явления. Правильно? Не просто вводить понятие буллинга. Просто ввели понятие буллинга, а дальше что спрашивается? А дальше его использовать в своих интересах? Конечно. Вот что дальше будет. Конечно. С причинами никто не борется, а просто им надо срочно, причем очень срочно ввести эти понятия, какие-то эти законы. Для чего их вводить? Понимаете, ответственность детей. Вы хотите пойти по, может быть, американскому опыту, когда они, детей, школьников уже... У них там очень ранняя уголовная ответственность наступает. Они детей в тюрьмы сажают. У нас как бы, ну, только особо тяжкие преступления. А там, понятие, на Западе уже такие перегибы пошли. Они лишают свободы с самого детства вообще. Не надо лишать. Дети сами разберутся. Дети сами разберутся, как им правильно быть. Конечно, если там переходит какую-то грань, уже это нарушение уголовного там, либо какого-то законодательства, пожалуйста, принимайте меры, наказывайте. у нас работает инспекция по делам несовершеннолетних, понимаете? Повышайте уровень их работы, качество их работы, уровень профессионализма этих инспекторов. У вас есть все рычаги, на самом деле. Но там мы не доработали, там мы не доглядели, у нас там низкий профессионализм, у нас не работают законы, как они выражаются. И мы вдруг хотим создать новый закон. А вы думаете, что от того, что мы ведем понятие буллинг или ведем какой-то новый закон, то все эти сотрудники быстренько станут умными и заработают, что ли? Нет. Нет. И еще раз нет. Потому что если вы не научились, не заставили работать действующую систему, если вы не научились исполнять действующие законы, то как эти же люди собираются, значит, реализовывать новые законы? Да никак. Понимаете? Вот с этим надо бороться. Надо повышать уровень исполнительной нашей власти, а не придумывать новые бесполезные законы. Анатолий, тут пишут комментарии, и я полностью согласна, что вторая цель это первая может быть это ЛГБТ, а еще одна цель это психдиагностика. Потому что сейчас Балиева в том числе не говорит конкретно, что будет, какие последствия за буллинг. Она говорит, что вот что-то будет, какое-то влияние педагогическое, конкретно не говорит в чем, воспитательное. А какое может быть влияние воспитательное, если мы не можем воздействовать словом на ребенка или физически отшлепывать его не можем. Остаются психпрепараты психотропные. И вот тут правильно пишут, что буллинг не только для ЛГБТ, еще и используют для того, чтобы детям ставить психдиагностику и принудительно лечить. То есть в школе может, возможно, будет такая ситуация, что школьный психолог после жалобы на то, что какая-то девочка скажет, что мне стало страшно или там грустно после того, как мальчик засмеялся, то мальчику несколько таких жалоб и ему назначают психотропы. И все, это потерянное поколение в итоге получится. Анатолий, вот прокомментируйте, пожалуйста, тоже этот момент по поводу психотропов. Это же очень серьезно. То есть просто big pharma. Опять же опыт, значит, зарубежный опыт, на который мы вечно ссылаемся и мы всегда гордимся, что мы изучили мировой опыт. Да этот мировой опыт нам не нужен, ребята. Если они там привыкли школьников своих с раннего уже детства кормить психотропами, у них антидепрессанты уже, как, знаете, аспирин дома, процетамольщик попить. То есть у нас этого нет. Мы как-то привыкли справляться со своими депрессиями и со своими стрессами как-то самостоятельно без всяких вот этих медикаментов. Это же огромный во-первых бизнес. Вы понимаете, что сегодня вакцинация это огромный бизнес. Так же, как нам сегодня вакцины впаривают, так же нам начнут впаривать антидепрессанты. И вообще фармацевтика это огромнейший бизнес. Значит, big pharma, они производители заинтересованы в том, чтобы освоить рынок. Но на самом деле казахстанский рынок не такой большой, но тем не менее, ведь это идет по всему миру. Понимаете? То есть здесь преследуется цель сразу обогащения, это раз, государственные бюджетные деньги начнут утекать значит на закуп этих же психотропов, которыми будут убивать наших же детей. И если, например, у ребенка склонность к суициду, условно, как они собираются решать? Как они помогут этому ребенку? Напичкав его вот этими психотропными препаратами, так у него еще больше вот эти психотропы очень многие вызывают как раз таки желание покончить с жизнью. и даже вот эта сэмбат, например, девушка, которая выбросилась из окна, кто-нибудь даст гарантию, что она выбросилась из окна как раз таки под воздействием не выбросилась, не выбросилась под воздействием вот этих психотропов, которые ей давали в той же психиатрической клинике. Вполне возможно, потому что у них есть такие побочные эффекты, да, то есть когда человек в итоге кончает жизнь. Эти психотропные препараты не решают проблем никаких, они их еще больше усугубляют, и тому есть масса подтвержденных уже реальных фактов из того же мирового опыта. Пожалуйста, погуглите, почитайте, посмотрите видео, где родители теряли своих детей только благодаря вот этой медикаментозной, так скажем, практике, диагностики и лечения. Вот, я считаю, что эти, опять же, психотропы, вот это, это такое симптоматическое лечение, то есть опять же, с причинами никто не борется, окей, плохо себя чувствуешь, на тебе таблетку, у тебя депрессия, на тебе таблетку, начинаешь себя там агрессивно вести, на тебе таблетку, еще что-то, то есть, ну как так, так не бывает, причины-то не устраняются, от чего дети становятся агрессивными, от чего дети, значит, начинают эту травлю там или так далее, и так далее. Вы у самих детей это спросили? Нет. Если дети вам назовут эти причины, помогите им как-то решить эти условия, почему они себя так ведут. Никто же им не поможет. Просто будут тупо определять, значит, людей, которые, неугодных людей, так скажем, под эту систему не только дети, но и взрослые попадут. Завтра родители, которые будут противиться, родители, которые будут против той же вакцинации, против той же диагностики школ, против этого анкетирования, против всего вот этого выступания, этих родителей тоже будут, значит, определять, как неадекватных людей, подвергать их психологической коррекции, вот этой, как они хотели по закону. Понимаете, к этому все идет. Полный контроль над родителем и над детьми. Вы правильно сказали, что ребенка обвиняют в неадекватности. Вот буллинг это то же самое, то, что ты неадекватный, все, тобой надо заняться. И вот третий риск это как раз таки ювеналка. В Украине ввели понятие буллинга, но он не работает. И эксперты западные говорят, они работают, потому что у вас ювенальной машины нет. Вот сделайте ювенальные механизмы и тогда буллинг заработает, статья против буллинга. То есть это ювеналка, это ЛГБТ, это психотропы. Вот эти три опасные причины, против которых мы сейчас бьемся. Я правильно говорю? Правильно я понимаю? Вообще само понятие буллинга, вы понимаете, сегодня мне понравилось, как вот сказал на рабочей в этом чате в обсуждении Мадияр, юристический, казахо-язычный. Он сказал, неужели могучий, богатый, сильный русский язык не может найти определение этому понятию? А тем более казахский язык, да? Казахский язык или язык абая, неужели мы не можем в этом, этот красивейший язык не может описать эти самые ювены? Почему мы постоянно сдираем вот эти вот какие-то слова? Буллинг, харассмент, я не знаю, еще какие-то непонятные вещи? мы не должны этим пользоваться, понимаете? Это делается для того, чтобы запутывать людей. Вот для чего эти... Да просто потому, что нам это навязывают сверху, нам это навязывают эти международные организации. Конкретно буллинг, значит, во всех странах будет буллинг. Они решают, не мы. То есть они решают, есть ли проблема у нас в стране, а не мы решаем сами, есть ли у нас проблема. Они приходят, они говорят, так, у вас все мужики-насильники, мы посмотрели, мы решили, вам нужно срочно, значит, закон о домашнем насилии. Потому что у вас мужики, все насильники, ваши женщины не доживают до 40 лет, их все насилуют, убивают. Как они кино же сняли, вот это, да, где жена, где конкретно всем женщинам сказали, родиться, не то что женщинам, а всему мировому сообществу сказали, ведь этот фильм снимался для иностранцев, там даже титры на английском языке. Им сказали так, в Казахстане женщина не доживает до 40 лет, вот и все. Она будет изнасилована, либо избита, либо еще что-то с ней случится. Вот такой вот вердикт они выносят, понимаете, это возмутительно, я считаю, и как это оскорбляет и мужчин, и женщин. Мы живем в нашей стране, я думаю, что мы сами должны разбираться со своими проблемами. Нет, они приходят, и выявляют, потом они приходят, значит, к нам в семье, якобы, и начинают говорить, у вас неправильно воспитывают детей, до сих пор используют домашнее наказание, в семьях. В школах, слава богу, не используют, я читал доклад Юнисеп, в школах, слава богу, уже не используют, но дома все равно продолжают. То есть, и вы дома наказываете детей, шлепаете их там, бьете их там, еще что-то, в угол ставите и так далее. То есть, это все недопустимо. Они, опять же, решили за нас. Понимаете? То есть, всю жизнь в нашем обществе, значит, традиционном это было допустимо, всю жизнь дети, значит, были, наказывались за какие-то проступки и знали, что есть наказание за какие-то вещи, да? То есть, это неотъемлемый атрибут у любого воспитательного процесса. Да, согласен. Если ты спортом занимаешься, тебя тоже тренер наказывает на тренировке, если ты что-то нарушаешь, дисциплину. И били нас, и тапком били, и кедами били, и палками били на тренировках, например, да, те же тренера. Это нормально, это дисциплина, а как вы хотели, в спорте без этого не бывает, как олимпийские чемпионы вырастают. Например, а также в семье воспитания это как бы без наказания не бывает. Не обязательно это, конечно, физическое наказание, это может быть разное, то же самое экономическое. Лишить ребенка, например, какого-то там чего-то там, чего он хочет, по экономическому плану, не купить ему что-то, что он желает. Но сегодня они это подводят под экономическое насилие. То есть, полностью забирают все элементы воспитания у нас. То есть, воспитание уходит из-под контроля родителей. Вот чего они добиваются, понимаете? Этого мы не должны допустить. Они приходят, они настыкают носом в то, что мы якобы неправильно все делаем, а они знают, как правильно. И они говорят, вот внедряйте эти слова. Буллинг – это вот буль. Мы придумали это название. Ну, почему мы должны это все делать? Давайте мы сами разберемся, есть ли у нас буллинг. Если он и есть, то давайте мы сами определим понятие, во-первых, а во-вторых, мы поймем, как с ним бороться. И тем самым мы выполним поручение президента. Он же сказал с явлением бороться, а он же не сказал понятие обводить. Он сказал, у нас есть вот такое понятие, уже есть, да, есть такой момент, надо бороться. Но давайте отчитаемся ему и скажем, вот мы выявили причинные условия, и вот нам нужен не этот закон, а нам нужен совершенно другой закон, для того, чтобы поддерживать семьи, выделять им деньги, материальные пособия для поддержки семей. Вот такой ряд мер законодательных давайте мы пропишем, чтобы в семьях причины семейно-бытового насилия были устранены. Пожалуйста, вот такие вот у нас предложения, например. В то же время они говорят, что тот же самый буллинг не защищает интересы ЛГБТ, да, что это якобы защищает, просто там, дети с особыми потребностями, там, девочка, там, полстая, кривоногая, еще какая-то там, чтобы вы не дразнили. Окей, тогда давайте мы пропишем отдельно статьей, что запрещена детская пропаганда ЛГБТ в школах. Просто пропишем. Вот мы такое предлагаем. Что вы имеете против? Раз вы говорите, что это не в интересах ЛГБТшников. Давайте мы прямой запрет в нашем законе предусмотрим, как вот в России запрещена пропаганда ЛГБТ. Очень здорово они сделали. У нас, наоборот, сейчас идем мы все по пути этого гендерного равенства, к чему оно нас приведет. Просто мы не понимаем, многие не понимают, к чему это идет. А потихоньку время уходит, и общество меняется, и сознание наших детей меняется. Если им постоянно об этом говорить и пропагандировать, то у них, конечно же, появляются вот такие мысли, и вот эта развращенность, половая свобода и так далее, и так далее. Тем самым разрушается институт семьи, понизится рождаемость завтра, и так далее, и так далее. То есть они они же никогда прямо ничего не называют, они это все хитро называют. Репродуктивное здоровье. Да, да, да. А что скрывается под этим репродуктивным? А скрывается именно то, что они хотят просто-напросто запичкать контрацептивами уже наших девочек с раннего возраста. Да, так и есть. Как это отразится завтра на их как раз-таки репродуктивной функции? Как это отразится? Потом будет эко для девочек предложено. Девочки встанут в очередь на искусственное. Это якобы нам на благо. Да, да, да. Немножко подвисали, Анатолий. Кстати, Анатолий Кобольский подсоединился. У них в Молдове такие же проблемы. Анатолий, вы здесь, да? Слышите? И Кобольский. И Кобольский здесь, да, привет. И Кобольский здесь тоже. Да, радует, что сейчас благодаря средствам коммуникации мы можем объединиться с разных стран. Люди воюют против этого зла. Это радует. С другой стороны, тот же самый Инстаграм находится в руках врагов. И, допустим, вот мой пост с картинками о том, что это связано с ЛГБТ, буллинг, Инстаграм удалил. Ну, цензура. Об этом и речь идет, что у нас ничего своего нет, мы полностью зависимы. Вот и проявляется сейчас наша независимость фейковая, когда мы сейчас вынуждены все делать на их площадках. У нас денег своих нет, по сути, как бы доллар правит миром. Интернет как бы, да, контролируется оттуда. Законы присылаются нам оттуда. Все оттуда. Чего мы сами-то делаем? Ну, дети, дети наши. Уже надо своих детей, детей воспитать собственных, нам уже тоже не дают, понимаете, не разрешают. Да, но мы можем, мы к детям ближе находимся, и поэтому мы должны защищать своих детей и дать отпор вот этим непонятным сущностям, которые лезут и лезут, лезут и лезут к нам в законы. Анатолий, сейчас начинается рабочая группа, я знаю, что вы будете там выступать, поэтому давайте сейчас заканчивать эфир. Спасибо, что были. Спасибо всем, кто смотрел. Всем я хочу сказать, что мы будем продолжать эфиры. Анастасия, давайте скажем еще раз, чтобы вы понимали, мы будем выкладывать все эфиры, пожалуйста, смотрите, как они проходят. Мы будем публиковать, значит, отдельно еще выступления там спикеров, мы будем вызывать напрямую открытый диалог всех лоббистов и инициаторов этих законопроектов и будем, пусть они отчитываются перед людьми и перед народом. Понимаете, не только ходят там наверх куда-то к президенту, а именно перед народом. Если они предлагают эти нормы, пускай они отвечают на наши вопросы. Если мы не правы, окей, тогда мы извинимся, но если они не правы, то извинений будет одних мало, то их нужно привлекать к ответственности, я считаю, вплоть до уголовной. Вот так надо ставить вопрос ребром. Вы хорошо сказали, что нужно фонариком их высвечивать на каждого, чтобы не отвертелся. Анатолий, давайте завершать. Благодарю вас за интервью. На рабочей группе увидимся. Всем пока. Хорошо. До свидания.